всем привет дорогие друзья снова с вами станислав на канале шустрый бум сегодня готовим на зиму салат очень вкусный очень аппетитный и мой самый любимый салат на самом деле этот салат любит вся моя семья реально получается очень классный вкусный обалденный и конечно же бомбический с такого салата на зиму можно готовить разные блюда все по порядку в первую очередь чем первую очередь нужно заняться моем баночки подготавливаем насколько баночек мы хотим приготовить салата с запасом обязательно моем баночки с запасом почему потому что иногда салата получается больше чем мы на самом деле думаю а потом начинаем с мытья овощей и чистки начинаем готовить поехали в первую очередь нарезаю лук у меня 6 голов крупных не мелких лук нарезаю кубик кубик средний не слишком мелкий и не слишком крупно следующий продукт это у нас баклажан также нарезаем кубиком баклажаны буду замачивать соли я не ожидал на самом деле давно не видел баклажан которые горчат и вот попалась мне попался сорт баклажан который горчит поэтому замочу соли минут 15-20 пока буду нарезать остальные овощи баклажанчики готовы присаливаем хороших две щепотки соли и перемешиваем и заливаем это все холодной водой здесь у меня полторы головки чеснока нарезаем мелко придавливаю и нарезаем нарезаем кабачок нам также понадобятся кабачки также нарезаем кубиком теперь приступим к нарезке перца перца беру 2 килограмма мне кажется я вам не сказал сколько я взял баклажан баклажан у меня три килограмма снизу под видео будет полностью описание всех продуктов так что заходите и готовьте вместе со мной салатик на зиму потом скажите спасибо реально получается очень вкусно ну и последний овощ у нас это томаты также нарезаю кубиком хотя наверно треугольничками вот так таким образом нарезаем все помидорки все овощи подготовили теперь начинаем готовить в казане готовить буду в казане в своем 12 литровом самым лучшим дедовским способом на огне такой салат получается реально очень вкусно ну что разводим огонь казан нагрелся отправляем подсолнечное масло подсолнечного масла понадобится где-то грамм 150 180 даже может быть 200 баклажаны сейчас впитает все масло и и в первую очередь отправляю чеснок таким способом этот салат готовится очень быстро на огне на плите если готовить чуть-чуть дольше в первую очередь обжариваем чесночок буквально одну минуту сразу такой обалденный запах и сразу же следом отправляем лук не нужно ждать чтобы чеснок стал коричневым я чеснок оставляю обжариваем лук до золотистости до мягкости лук у нас уже стал мягким стекловидным пора отправлять баклажаны не переживайте баклажанчик и ужарится и станет половину меньше крышкой не накрываю обжариваю где-то минут шесть огонь под казаном умеренный не очень сильный чтобы не спалить наши продукты это тоже немаловажно и следующий продукт у нас кабачок перемешиваем прошло у нас 7 минут в этот момент отправляю сладкую паприку молотую столовую ложку паприки копченой лепестковой и столовую ложку базилика хороших пару щепоток соли пока поставлю 3 дальше буду пробовать перемешиваем теперь отправляем перец сладкий ароматный ароматы ароматы лета перемешиваем наши овощи должны обязательно приготовиться поэтому все овощи даем поэтапно готовиться чеснок 1 минута лук примерно две с половиной три минуты у нас обжаривался потом у нас пошли баклажаны баклажаны обжаривались около семи минут потом у нас идет кабачок также семь восемь минут обжаривается все вместе теперь у нас пошел перец перец буквально пять минут и конечный продукт это у нас томаты потом накрываем крышкой и уже тушим минут 15 не 15 минут 25 наверное будем тушить в этот салат я всегда ставлю острый перец нарезаем просто кругляшками пробуем если очень острый добавляем то количество чтобы наш салат был слегка со стримкой не нужно делать его слишком острым ну и отправляем последний продукт помидоры помидор у меня здесь два с половиной килограмма аккуратненько перемешиваем хорошенечко перемешиваем и накрываем крышкой как я говорил минут на 20 25 и на очень медленном огне томим наш салат все набираем в баночку аккуратненько не спеша спешить уже некогда некогда некуда салат наш готов набираем полную и закручиваем крышкой ну что друзья вот такое количество у меня получилось вкусно очень ароматного салатика на зиму и всего-то у меня ушло два часа на приготовление такого вкусного салата а есть буду целую зиму ну вот и все друзья салатик наш готов такой салатик держу в подвале стоит он хорошо крышечки не взрывается так что готовьте вместе со мной обязательно такой салатик зимой очень вкусен с макаронами с любой другой каши пюрешкой ну и просто разогрев на сковородке с добавлением яйца получается очень вкусно я вам признаюсь это скажем так ленивый рататуй в банках самый лучший самый вкусный салат который вообще когда я либо пробовал обязательно готовим ну и конечно же комментируем делимся с друзьями и конечно же подписываемся кто не подписался и нажимаем на колокольчик готовьте всем пока